И эту тему далее будем обсуждать с Дмитрием Гудковым, российским оппозиционным политиком. Доброе утро, Дмитрий. Здравствуйте. Да, приветствую. Ну, самое такое циничное, наверное, от Пескова прозвучало, то, что, ну вот, что бы ни происходило в Российской Федерации, на военную, так называемую, спецоперацию, это не повлияет. То есть даже не сказали о том, что, возможно, будут какие-то войска там перебрасывать или сформируют какие-то новые, чтобы защитить приграничные территории. О чем это говорит? Вот, возможно, что граждане Российской Федерации сделают какие-то выводы или, опять-таки, ну, послушают, пожмут плечами и скажут, ну, хоть что ж, камни с неба. Мне кажется, это говорит о том, что пора уже перестать обсуждать, кто что из них говорит. Мне кажется, это абсолютно бессмысленно, да, они говорят одно, делают другое. Они обещали, там, не повышать пенсионный возраст. Путин обещал не идти на новый срок, потом они говорили, что войны никакой не будет, никто ни к чему не готовится. Ну, просто, ну, что обсуждать Пескова? Во-первых, мне нечего сказать, да. Во-вторых, Путин, он трус и очень боится вообще связывать с собой какие-то негативные новости. Вот то, что он хоть как-то прокомментировал атаку дронов, это потому что уже, ну, невозможно было пройти мимо, потому что, ну, вся страна это обсуждает. Вот, и то же самое, ну, что они могут сказать? Они импотенты политически, не способны не то, что там спецоперацию провести и победить или дайте до Берлина, как они там кричали с помощью своих пропагандистов. Они не способны уже защитить собственных граждан даже в столице. И уже там дроны пролетают над домами тещи, там, спикеры Госдумы, главы Газпрома. Вот, ну, что они могут сказать в этой ситуации? Да, они проигрывают. И дай бог, чтобы военное поражение стало как можно быстрее, чтобы этот преступный террористический режим рухнул, и в России сменилась власть. Вот мы, весь мир этого просто ждет. Ну, не ждет, а в смысле делаем мы все, что мы можем для этого, да. Но это будет, мне кажется, самый главный праздник на планете, когда мир избавится от Путина. Да, но хотя бы там спросили, где деньги, Зина, ну, имеется в виду, на ту оборону, о которой, ну, рассказывал Гладков, да? Да, 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 губернатор. Губернатор, да, Белгородской области. Гладков же, по-моему, фамилия. Как сказал Ежелец, да, стыдно сомневаться, когда знаешь наверняка, что спрашивать, где деньги? Ну, понятно, где. И в виде дворцов, в виде яхт, в виде там всяких разных денег в офшорах. Вот они все там. И, кстати, прекрасно понимают. Хотелось бы от вас сейчас, как от политика, оценить заявление от РДК, Русского добровольческого корпуса и Легиона Свободы России. Ну, я напомню, что вот буквально накануне, да, 2 июня опубликовали и видео, и фото, что наш танк с флагом Свободной России в селе Новая Товолжанка под Шебекино. Да, и они официально заявляют о том, что продолжают освобождение Родины, собственной Родины, своей Родиной. И вот, что еще мы озвучивали, что второй этап операции на территории Белгородской области. Вот вы бы могли сейчас оценить, ну, по сути, военную операцию, ее перспективы в политическом аспекте? Что это будет означать дальше? Будет третий этап, будет освобождение определенных областей. Что будет происходить? Ну, да, здесь только политическую оценку могу дать, не военную оценку. Ну, во-первых, когда страной управляют террористы, узурпаторы, диктаторы, которые просто, значит, делают жизнь невыносимой, то в международном праве давно уже прописано вот это право на восстание. Поэтому здесь средства, которые будут против Путина использоваться, будут разные. Кто-то будет действовать как вот этот добровольческий корпус, кто-то в дипломатическом фронте будет принимать участие в информационном и так далее. Поэтому все это говорит о том, что власть, она потихонечку, российская власть, теряет контроль и над армией, и над экономическими процессами, и над регионами, над границей и так далее. Потому что война уже потихонечку просто в разных интерпретациях возвращается туда, откуда она пришла в Украину. И причем это предсказывали все эксперты, что рано или поздно что-то будет происходить уже на территории России, либо в виде вторжения добровольцев, партизанов, либо это будет какая-то армия, либо это будет гражданская война уже внутри страны, внутри России. Об этом предупреждали. И я думаю, что сейчас количество проблем, с которыми будет сталкиваться власть Путина, она будет расти в геометрической прогрессии. Я думаю, что здесь даже большее значение имеет не только то, что в Белгороде произошло, потому что Россия все-таки большая страна, и, как правило, какие-то самые важные революционные события всегда происходят в столице. В регионе где-то что-то происходит, всегда можно, если это экономическая проблема, заткнуть какие-то дыры, денег дать или отправить туда ОМОН, или еще что-то. Но когда прилетают дроны в Москву, то есть они пролетели спокойно, они пролетели над рублевскими вот этими дачами российских чиновников и российских госслужащих, и только там ПВО как-то умудрилось сбить, хотя все прекрасно понимают, что это какие-то самые простенькие дроны, а могло бы прилететь что-то и покруче. И рано или поздно все понимают, что это прилетит, потому что когда ты, ну, как это вот, вы написали у меня где-то в комментариях, не бомбите и не бомбимы будете. Но если вы бомбите украинские города, если вы убиваете людей, то это ужасно просто, ну, невозможно смотреть на кадры там, когда там дети погибают, да? И вы думаете, что к вам назад не прилетит? Ну, просто вот... И, конечно, они все прекрасно понимают, что уже... Это серьезный удар по элитам, могу честно сказать, потому что правящим элитам, конечно, слово элитам не очень подходит, потому что они в Европу не могут на Запад никуда поехать под санкциями, в Дубае уже закрывают банковские счета, вот, и там у тебя нет гарантии сохранения капиталов, и теперь уже даже не получается отсидеться где-то там в домике, да, на Рублевке, ну, потому что туда что-то может прилететь. Вот, поэтому я думаю, что вот все эти события, конечно, будут иметь серьезные последствия, потому что в какой-то момент, если в стране, в России, я имею в виду, сложится консенсус, что власть проигрывает эту войну, то есть военное поражение, ну, значит, тогда путинский рейтинг рухнет, и я думаю, это подтолкнет раскол элит и какой-нибудь там вариант дворцового переворота. Еще, конечно, по дронам уточнение одно, все-таки и уточняем по вопросу Сергея о том, политическая, да, оценка, почему до сих пор не появляется у Легиона России, да, у РДК, некого, ну, скажем так, политического, политическая центральная, скажем так, личности, которая бы, возможно, на местах тех, где уже прошли, там, 42 километра, на местах Белгородской области, в этих населенных пунктах, так, чтобы с легитимной, да, пока что властью договариваться об, там, я не знаю, формировании независимости... Капитуляции, да? Ну, хотя бы формировании независимости того или иного региона. До сих пор никто не появился. Мы понимаем, что Путин с оппозиционерами поборолся, вот Навальный сидит, а никто не возник, никакая личность и фигура не возникла до сих пор, хотя уже продвижение есть на территории Российской Федерации. Почему, по вашему мнению? Ну, во-первых, это просто контрпродуктивно будет, об этом говорят многие эксперты, поскольку сейчас самое главное сделать так, чтобы Путин не смог сохранить власть. Поэтому, если будут, грубо говоря, будут какие-то вторжения, и это будет каким-то образом политически легитимизировано, да, то это, наоборот, к сожалению, да, это будет мобилизовывать людей и элиты вокруг Путина, да. А здесь должно быть ровно наоборот, да, здесь нужно показывать, что как раз извне нет никакой угрозы, что главная угроза идет из Кремля. Поэтому, если вы хотите, дорогие граждане, чувствовать себя безопасно и жить в мире, то вам надо, как бы, ликвидировать настоящую угрозу, да, потому что вот эти люди, которые, значит, проявляют, ну, не знаю, там, действие любых оппонентов путинского режима, это действие не врагов России, да, это действие врагов вот этой преступной власти, террористов. Поэтому самое главное сделать так, чтобы как раз люди и элиты отвернулись от Путина. Тогда это быстрее все закончится. О мобилизации общества, это все-таки Адрона хочу уточнить, а есть еще же версия, что... Ну, слушай, а можно я все-таки о политической составляющей уточню? Ну, да. Хотелось бы, да, Дмитрий, просто пока ты же задал этот вопрос, я хотел бы его развить немного. А действительно может ли возникнуть такая политическая надстройка над свободой России и РДК, то есть какое-то политическое представительство? Либо это будет делать дальше российская оппозиция? Ну, вот вы же российский оппозиционный политик, как вы это... Некое объединение у вас тоже произошло, да? Вы резолюцию подписали. Ну, поговорить, как будет, никто не знает. Но вот сейчас самое главное, чтобы все, неважно, все антивоенные силы, да, они есть более радикальные, менее радикальные, есть люди, которые занимаются... Значит, кто воюет, есть кто принимает участие в дипломатических сражениях, в информационных, да, в войнах и так далее. Каждый пусть занимается своим делом. Вот, а дальше, я думаю, все равно возникнет какая-то широкая... Должна возникнуть, да, я надеюсь. Широкая коалиция, и не будет какого-то единого лидера, потому что нам не нужно менять одного Путина, да, старого, там, на какого-то другого молодого. То есть убив дракона, главное не превратиться в дракона. И важно уже выстраивать страну на других принципах. Поэтому я очень надеюсь, что в будущем, когда этот режим прекратит свое существование, возникнет широкая антивоенная и, надеюсь, демократическая коалиция. Дронов, как вы считаете, есть еще мнение о том, что, ну, поскольку уже и военные эксперты делали оценку того, что эти дроны запускались где-то там с Московской области, вот, что это вообще происки ФСБ, да, чтобы мобилизировать тот же народ, обвинить классически Украину, давайте, страна огромная, и давай воевать. Как вы считаете, действительно, кто заинтересован запускать вот эти дроны, которые, ну, не приносят каких-то таких колоссальных ущербов, то те же дроны, давайте вспомним, над Кремлем, это тоже какие-то странные истории, до конца не показаны ни обломки, ну, то есть ничего не доказано, но какие-то происходят налеты. Как вы считаете, кто заинтересован? Я считаю, что здесь любая версия имеет право на существование, поскольку мы точно не знаем, да, и я бы не хотел уходить в конспирологию, а вполне себе российские спецслужбы могут организовать провокацию, так же, как мне кажется, они организовывали когда-то взрывы домов в 99-м году в Москве, так что и эта версия вполне себе имеет право на существование, но, как мы видим, результат это дает ровно обратно, да, с точностью, да наоборот, как шутят, вот, потому что люди встревожены, это никак не мобилизует людей вокруг Путина, это, наоборот, многих напугало, и как раз настроение, давайте закончим эту войну, уже прекратим, вот такие настроения растут сейчас. Так что, если это и была попытка спецслужб, то она, можно сказать, провалилась, она более того показала, что власть слаба, и власть не в состоянии уже защищать не то что собственные границы, а собственную столицу. Хотелось бы от вас оценку получить, ну, скажу так, начался ли период смуты, да, потому что РДК «Свобода России» в Белгородской области, и приведет ли, ну, собственно, так, начинается ли, не повысить этого слова, революция внутри, да, внутренняя революция, так как есть Пригожин, который ссорится с кадыровцами, тот же Пригожин, который ссорится с Минобороны, начинается ли это противостояние сейчас? Или это еще не время? Это еще рано называть смутой, рано еще называть расколом элит. Это пока война в окружении Путина, но не против самого Путина, да, все-таки пока он еще как-то контролирует собственные элиты. Но, на мой взгляд, все равно война переходит потихонечку на третью стадию, как Дмитрий Орешкин правильно назвал, стадии разочарования, когда люди разочаровываются уже вообще в действиях власти. Да, это пока еще не явно, но это будет долгий процесс. Но рано или поздно, я думаю, мы как раз придем к тому, что большинство людей будет явно настроено против тех, кто когда-то эту войну начал. Это займет время. Проявляться будет буквально коротко. Как мы это поймем? Да, как мы это поймем? Я думаю, что дворцовый переворот – это наиболее реальный сценарий. Либо Путин уйдет по естественным причинам, либо Дворцового переворота. Я в какой-то прям революционный сценарий не сильно верю на данном этапе. Я думаю, совпадут два фактора. Несколько факторов – это военное поражение, это раскол элит, попытка Дворцового переворота на фоне уже каких-то нарастающих протестов. Дмитрий, будем вас благодарить за эти ответы, за рассуждения в нашем эфире, ну и за анализ, который вы предоставили. Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик, только что был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.